Миллионы привет! Вы на канале мужики у плиты. Друзья, готовим сегодня с вами курицу запеченную в сметане. Это одно из самых любимых блюд моего детства. Готовлю я сейчас его не часто, но все же иногда балую себя. Готовится она очень просто. Здесь не нужен нож из продуктов морковь, сметана и куриные ножки. Ну либо части, которые вы любите больше всего. И предварительно куриные ножки нам нужно с вами обжарить до золотистой корочки. Давайте приступим. Итак, я ставлю нагреваться сковороду. Желательно, чтобы края у нее были повыше. Небольшое количество сельдного масла. Ждем пока пойдет легкий дымок и отправим сюда корочку. Я думаю, что сковорода уже как следует разогрелась. Сейчас мы это услышим. Основной посыл вот этой этапа дать курице ароматную, вплюстящую, аппетитную, золотистую. Давай еще и пить это корочку. Но довольно сильном огне со всех сторон. Пока аппетитно потрескивая, курица обжаривается за моей спиной, я натру морковь. У меня курицы 700 грамм, и вот половинка такой средней морковки мне будет вполне достаточно. Стру я ее на крупной терке. Самое время переворачивать. Смотрите, такая аппетитная появляется золотистая корочка. Она потом все свои вкусы передаст будущему соусу. А соус в этом блюде, это, наверное, основное, за что я его очень и очень сильно люблю. Так, курочка золотая ковернулась. И прямо сюда к ней отправляем морковку. И обжарим с тобой еще парочку-правочек минут. Морковь прижарилась. И теперь у нас с тобой вход идет в сметану. В сметану я добавляю такую небольшую пачку, сколько здесь грамм? Не знаю, сколько здесь грамм. 150, наверное. 150. Ну да, наверное, 150 будет, 180. Я добавляю ее целиком. Сейчас уже чуточку прижарю, залью водой и под крышкой на медленном огне добавим соль и перец. Мы с тобой это делали до мягкости, до готовности. Ну, самое время воды. Вода здесь должна покрывать курицу фактически полностью. Я думаю, такого количества будет, хватит. Ну, чем больше соуса в этом блюде, тем лучше. Сразу добавляем немного соли. И чуть-чуть приперчим. По желанию можно добавить сюда либо свежего, либо сушеного чеснока. Мне соус, знаете, вот таким с ароматом курицы и сметаны. Ну, все, смотри, под крышку на медленный огонь. Минут на 30-40 мы с тобой, конечно, не родная, но ничего страшного. На 30-40 минут мы с тобой забываем об этом блюде. Друзья, у меня все готово. Я снимаю с огня. Томилось у меня, наверное, это минут 45-50. Красотень. Если такие вздухи с той стороны камеры, знаете, что происходит? Сейчас будет скорая дегустация. Прилети поближе, посмотри, что получилось. Смотри, на огне немного к чему следил. И пара морковок у меня сгорела, но ничего страшного. Смотри, какой аппетитный, золотистый получился бульон. И по времени с утра это застынет, как холодец. С чем подавать такого рода блюда? Можно, конечно, с рисом, можно с картошкой, можно с чем-то еще. Я люблю макароны. Макароны в виде ракушек, либо в виде спиралек. Знаешь, почему? Потому что в них будет затихать соус. О, ты мой продуман. Да, потому что соус – это душа этого блюда. Слушай, вспоминаю, как мама нам готовила его по выходным. Обычно это дело происходило. На кухне в коммунальной квартире сразу у меня, значит, такие уютные-уютные воспоминания из детства. Было классно и здорово. Слушай, ну почти полусуп у меня получается. Такое довольно обильное количество соуса. Ну и, естественно, если есть курица в кастрюле, то ее я тоже положу. Хотя, друзья мои, можете отдать ее кому угодно. Соус здесь – это все. Что? Я дегустировал? Вот этот соус в этой раковине – это бомбически, это божественно. Друзья мои, очень просто, очень быстро и очень-очень вкусно. Готовьте с нами, готовьте лучше нас. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok